Всем привет, вы на канале The Box, меня зовут Балай. Итак, друзья, многие техноблогеры, в том числе и я, рассказывают вам о Xiaomi, Opa, Realme и так далее. Потому что эти смартфоны дешевые и вполне годные по характеристикам. Все же китайцы редко волнуются о качестве и многим попадаются проблемные смартфоны. Так что я решил найти для вас лучшие, не китайские смартфоны, которые порадуют вас не только ценой и характеристиками, но и качеством. Потому смотрите ролик обязательно до конца и себе подберете что-нибудь интересненькое. Давайте не терять время не зря, подписка, если вы еще до сих пор не подписаны. Хотя, честно сказать, это удивительно. Лайк помчает. И вот если сейчас, например, спросить у прохожего, кто кроме китайцев делает крутые телефоны, то, скорее всего, они так по старой памяти скажут, что Motorola и Nokia. Так вот, спешу вас разочаровать, потому что эти оба бренда уже принадлежат китайским компаниям. И те же самые мобильники Motorola производятся уже на мощностях компании Lenovo, что, кстати, даже позволяет китайцам быть пятыми в мире по объему выпущенных телефонов. Ну, а Nokia после того, как рассталась с Microsoft, продала активы китайскому FAH Mobile. И это я все говорил к тому, что в этом выпуске не будет ни Nokia, ни Motorola. Но зато будут другие бренды, о которых вы даже уже успели, возможно, забыть. И, например, сейчас самый серьезный противник Xiaomi, Meizu и Realme, это ясное дело, что Samsung. И пускай, конечно, корейцы выпускают смартфоны не так часто, как китайцы, но моделей тоже много, при том на разный вкус и кошелек. Ну, конечно, не такой кошелек, как у моего оператора Русика, полиэтиленовый пакет из-под сметаны, где он мелочь хранит. Такой явно не подходит. Все же среди всех моделей Samsung выделяется один, недавний Galaxy M12. И вот сейчас я вам объясню, почему этот смартфон можно назвать одним из лучших бюджетников 2021 года. А все дело в том, что за цену меньше 200 долларов Galaxy M12 предлагает много фишек от смартфонов подороже. И, например, экран хоть и получил простое HD+, разрешение, но с другой-то стороны, это качественная PLS-матрица. К тому же, она еще и поддерживает частоту обновления в 90 Гц. Так что в итоге получается такой, знаете, баланс. Потому что картинка, пусть, конечно, и не сильно четкая, но зато плавная. Да и сам смартфон в целом-то не тупит. Хоть, конечно, процессоры Exynos у нас не особо-то любят, но чип тут вполне себе годный. К тому же, этот прос еще и жрет меньше заряды, чем все остальные. Так что в итоге M12 может даже легко протянуть два дня на одной зарядке. Ты прикинь, телефон за два дня ни разу не сядет. Это как у тебя, когда, помнишь, геморрой разыгрался. И, кстати, камеры тоже приятно удивили, хотя бы потому, что тут есть все-таки ультраширокий модуль. И вот он уже позволит вам сфотографировать вот эти вот все пьяные лица на застолье. И при этом не нужно будет отходить в другой конец зала, чтобы все поместились. В целом, конечно, качество ультраширика далеко от идеала. Но вот на основную камеру при хорошем освещении можно сделать очень даже приличные снимки. Правда, вот видео пишется только в Full HD. То есть все самые нужные возможности здесь есть. И плюс еще и хорошо работают. Так что этот смартфон можно смело брать вместо какого-нибудь дешевого Realme или Xiaomi. И вот в среднем за Galaxy M12 просят около 190 долларов, что не особо, да я считаю, и много. Но если поискать, то можно найти и дешевле. Все же я вам советую не заморачиваться и не бегать по этим интернет-магазинам, а просто зайти на Letyshops. Потому что здесь вы сможете найти все актуальные предложения на конкретный смартфон, да еще и ко всему неплохо сэкономить. Потому что Letyshops вам покажет не просто магазины, где можно купить конкретный смартфон, так он еще и покажет сумму кэшбэка, которую вы сможете получить после покупки. И все, что для этого нужно, это просто зайти на сайт, зарегистрироваться, вбить в поиски нужный гаджет и все. Ну а дальше просто выбираете самое выгодное предложение, заходите в магазин и нажимаете купить. Притом товары искать можно не только через компьютер и через мобильное приложение. А кэшбэк потом сможете вывести на мобильный счет или, например, на карту. И напоминаю вам про горящий кэшбэк от Letyshops, по которому можно вернуть еще больше денег с покупки. Только не забывайте, что на поисковой странице размер вот этого горящего кэшбэка может быть выше, чем на главной. Так что неважно, зарегистрированы вы или не зарегистрированы, переходите по ссылке в описании и сами попробуйте этот вот поиск. А вдруг прямо сейчас есть вот этот вот повышенный кэшбэк на товар, который вас интересует. А я продолжаю. Ну и если Samsung это такая очевидная замена всем китайским смартфонам, то вот следующий смартфон вас точно удивит. И ведь правда, вот как давно вы слышали что-то про компанию HTC? Уверен, что многие вообще думали, что тайваньцы уже давно не делают смартфонов и живут исключительно на продажах шлема виртуальной реальности. Но на самом деле мобильный бизнес HTC все еще жив и дизайн 20+, это подтверждает. Но вот если раньше HTC, например, могли все-таки удивить своим дизайном, то сейчас их сложно отличить от всех остальных. Потому что внешний вид 20-ки даже с натяжкой не назовешь каким-то оригинальным. Ведь с виду это типичный бюджетник с пластиковым корпусом. Но все же задняя крышка вот радует такой рифленой текстурой и вполне себе аккуратным, я считаю, блоком камеры. Что касается фотовозможностей, то здесь все дешево и сердито. Ведь основной модуль у Desire 20+, на 48 мегапикселей и при хорошем свете он снимает довольно неплохо. Ну а вот ночью так себе. Так что вот эти ваши вечерние посиделки с пивком под подъездом, все. С этим смартфоном могут остаться незапечатленными. Да и ультраширик по качеству недалеко ушел от Galaxy M12. Но все же смартфон умеет видео снимать в 4К, что несомненно, я считаю, хорошо. И вот с учетом ценника примерно в 250 баксов, это неплохое достижение. А вот экран, конечно, за такие деньги слабоват, ведь разрешение здесь всего HD+. Правда, конечно, тайваньцы решили компенсировать это мощностью. И во-первых, они поставили сюда процессор Snapdragon 720G, что уже хорошо для такой цены. А во-вторых, не пожалели для своего устройства 6 гигабайт оперативной памяти. Так что в итоге смартфон получился довольно мощным. Ну а с учетом малого разрешения и большой батареи на 5000 мАч, живет HTC реально долго. К тому же в смартфоне еще и поддерживается технология быстрой зарядки Quick Charge 4.0. И пускай, конечно, Desire 20 Plus и получился неплохим бюджетником, но все-таки следующий смартфон, он так наглядно показывает, почему Samsung стала популярнее HTC. Вот ты каждый день чишься с работы, спешишь, залетаешь в это метро, бежишь по эскалатору, сбил даже бабку, хотя она даже тележкой тебе на ту ногу не наезжала, спешишь скорее домой. А все потому, что тебе хочется как можно скорее посмотреть тот сериальчик, который ты вчера не досмотрел. Ну а что, тебе обязательно нужен для этого компьютер? Значит так, садись, смотри мои обзоры и выбирай себе новый мобильник, на котором ты будешь с удовольствием смотреть фильмы. И все, теперь уже ни одна бабка из-за твоей спешки не пострадает. А, не благодари. Подписывайся. А примером для HTC послужит Samsung Galaxy M32, который получил большой Super AMOLED дисплей с полноценным Full HD Plus разрешением, да и к тому же частота обновления у него 90 Гц. Ну а за производительность отвечает бюджетный процессор Mediatek. И пускай, конечно, смартфон не удивляет скоростью, но зато все плюс-минус будет работать стабильно. Потому что Samsung ставит в Galaxy M32 аж 6 гигабайт оперативки. Да и к тому же поиграть на этом смартфоне у вас получится, но вот только с низкими настройками графики. Хотя, вы знаете, в принципе это многих вообще может не волновать. Потому что какая у тебя разница, какая у тебя графика, если единственное, что ты делаешь, это переставляешь кристаллики, чтобы они исчезли. Вообще-то это такая интеллектуальная игра. Ага. Ты мой интеллектуал. Все же, конечно, главный плюс Galaxy M32 это, конечно, камеры. Потому что основной модуль здесь на 64 мегапикселя и снимает он реально здорово. Да и ультраширик тоже можно похвалить за качество и широкий угол обзора. И вот единственный минус в том, что смартфон умеет снимать только Full HD. Но это уже вина процессора. А вот с автономностью тут все отлично, ведь в глобальной версии стоит аккумулятор на 5000 мАч, а также еще и поддерживается быстрая зарядка до 25 Вт. А если у вас получится достать версию M32 для индийского рынка, то там будет батарейка на 6000 мАч. Правда, тут, конечно, индус поддерживает зарядку только в 15 Вт. И красная точка наверху будет. Нет, Русик, у него будет 8 рук, как у бога Шивы. Все же Galaxy M32 это довольно ходовая модель. Если вы, например, сейчас придете в магазин за смартфоном, то консультант, скорее всего, порекомендует вам именно его. Хотя, конечно, многое зависит от честности консультанта. А вот следующий смартфон многие пропустили и очень, я считаю, зря. Потому что это суперский бюджетный камерафон. А поговорим мы с вами о бюджетнике компании Google, которая долго мечтала сделать такой iPhone на Android. И вот поначалу даже казалось, что линейка Pixel это то, что нужно. Но вот со временем Google свернула не туда, потому что у смартфона начались какие-то проблемы с экранами, косяки, с операционкой. И появились какие-то непонятные фишки, которые далеко не везде работали. И вот все вот эти вот неудачи заставили Google собраться, сделать паузу с флагманами и взяться за бюджетники. И вот одним из самых удачных стал Pixel 3a. И вы не смотрите, что это смартфон двухлетней давности. Потому что магия Pixel как раз в том, что сама Google их долго поддерживает. И вот, как пример, Pixel 3a получит обновление до Android 12. Так что в 2021 году смартфон более чем актуален. А вот что касается железа, то на первый взгляд это обычный бюджетник в пластиковом корпусе. Все же пара фишек у него есть. И главная из них это камера. Потому что на момент выхода вот этот вот бюджетный Pixel 3a мог на равных тягаться по качеству фото с iPhone X. И это как раз то, о чем я недавно говорил в обзоре Redmi 10, который вы можете увидеть по ссылочке вот сейчас вот здесь вот появится. А все дело в том, что Google поставила в Pixel 3a только одну основную камеру, притом на 12 мегапикселей. Но все же благодаря размеру сенсора, качеству оптики, а также алгоритмам смартфон выдает отличные снимки. В том числе и в условиях плохого освещения. Да и ко всему Pixel 3a еще и умеет снимать видео в 4К, притом с оптической стабилизацией. Еще один такой жирный козырь в рукаве Pixel'а это конечно же оптимизация. Потому что смартфоны от Google, а они знают как сделать свой Android быстрым даже на бюджетном процессоре. Так что здесь все летает. И вот продолжая тему вот этих непопулярных смартфонов, нельзя не упомянуть Sony Xperia 10 Mark II. Потому что на момент выхода он удивил всех не только своими характеристиками, но еще и завышенной ценой. Так что для большинства людей этот смартфон выглядел не таким интересным, как более дешевые Xiaomi, Realme и короче и так далее. Все же теперь он хорошо так подешевел. И поэтому я вам сейчас объясню, почему стоит все-таки обратить внимание именно на него. И вот первая причина это отличнейший OLED дисплей с высоким разрешением и сочной картинкой. Притом Sony еще сделала экран вытянутым, так что смотреть фильмы, сериалы в дороге будет одно удовольствие. Ну конечно многое еще зависит от того, какой вы сериал смотрите. Если он как мой оператор Русик, автобиографический, не родись красивой, то какой бы ни был дисплей, удовольствия вы не получите. К тому же Sony прикрыла дисплей и спинку стеклом Gorilla Glass 6, а также еще и добавила защиту от лаги и пыли по стандарту IP68. Так что этот смартфон идеально подойдет для путешествий, даже если вы решите развлекаться на море на надувном матрасе. Но конечно самое крутое в Xperia 10 Mark II это лучший из возможных набор камер. Потому что Sony поставила основной модуль, ультраширик и даже телевик. Да, сейчас все ставят вот этот вот оптический зум исключительно во флагманы. А вот японцы решили сделать такой полноценный, качественный, бюджетный камерафон. И за это им огромнейшее спасибо, особенно с учетом того, что все три модуля очень хорошие. Да, они отлично передают качество, но я б с твоей рожей. Спасибо вам за такое не сказал. Все же конечно без спорных моментов не обошлось. И процессор в этом смартфоне откровенно, друзья, слабоват. Да и 4 гигабайта оперативки я считаю не лучшее решение. Но все же смартфон работает в целом хорошо, да и большинство игр потянет, ну правда на минимальных настройках графика. Так что если уж совсем заскучаете, то сможете парочку часов скоротать в PUBG или Asphalt 9. Ну или можете, например, посмотреть вот эти вот видео, потому что они намного интереснее многих современных игр. И главное помните, все самое интересное в коробке.